На одной волне с городом. Радио Болтком. Мы живем рядом, но живем ли мы вместе? Слышим ли мы друг друга? Хотим ли мы слышать? Что происходит в латвийской культуре? Гости в студии. Дебаты, споры, анализ. В программе Дениса Ханова о латвийской культуре Культ Просвет. Здравствуйте, я Денис Ханов. Встречаемся на волнах Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь программа Культ Просвет. Напомню, что мы продолжаем наше путешествие в поисках общего культурного пространства. А общее, это означает, что в латвийском обществе есть целый ряд групп, которые по каким-то причинам, включая и исторические, были на грани исключения из этого общества, были маргинальны, их преследовали. И они были жертвами различных тоталитарных и авторитарных режимов. И полагаю, что и в современном мире, к сожалению, в последние годы нетолерантность и различные фобии, включая и гомофобию, тоже нарастают. Мир становится все более нервозным, поэтому люди все больше и больше обращаются в своих мыслях к поиску врага, старинная возможность и желание объяснить этот необъяснимый мир. Поэтому сегодня в рамках нашей программы Культ Просвет мы встречаемся с историком и на этой липшей, которая находится у нас в студии для того, чтобы рассказать о многолетнем интересном проекте, связанном с историей жизни одного латвийца, латыша, можно сказать, юрмальчанина, Каспора Александра Ирбе. И тот материал, о котором мы сегодня поговорим, частично уже создан в формате книги. Это фрагменты из его длительного, скажем, дневника за годы с 1927 по 1949 год. И эти годы обозначены в книге под названием «Тайная жизнь. Дневник гомосексуалиста». Я хотел бы упомянуть также, что каждый раз во время наших дискуссий вы, уважаемые радиослушатели, являетесь неотъемлемой частью нашей программы. Пожалуйста, звоните нам, делитесь своими впечатлениями, мнениями, комментариями и задавайте вопросы. Вопросы задавайте по телефону прямого эфира 6721-2939 и 6721-3939. Также посылайте нам свои сообщения и размышления на номер в WhatsApp и SMS 2061-91. Однако хочу вас предупредить, что для того, чтобы дискуссия прошла достойно и чтобы мы уважали и собеседника, и тему, которой посвящен наш разговор, пожалуйста, примите следующее. Если в ваших телефонных обращениях к нам и звонках будет что-то, что будет разжигать ненависть и рознь к определенной группе, то мы вынуждены будем прекратить этот звонок и прервать наш диалог. Однако я надеюсь, что все мы будем уважать и гостью, и сегодняшнюю тему, и, возможно, даже героя сегодняшней темы. Инна, большое спасибо, что ты нашла время сегодня в разгар научной конференции прийти к нам. Через час ты вернешься в научный поток, но сегодня, сейчас у тебя есть возможность рассказать нам о том, каким образом в твои руки попал этот действительно уникальный материал, материал тайной жизни одного человека на протяжении множества десятилетий. Расскажи, пожалуйста, о предыстории книги, а потом уже поговорим о содержании. Предыстория очень простая. Все мы пользуемся, большинство из нас пользуются социальными аккаунтами, скажем, фейсбуками. Это было пять лет назад, в 2016 году, в начале года, по-моему, в феврале, была такая маленькая статья в блоге «Ночи с блога», в которой публикуются историки своих статей по истории сексуальности в Европе и вообще в мире. И там была статья о Польше, об такой операции, операциях «Яцинт» в 1985 году в социалистической Польше. Правительство приняло решение как бы регистрировать всех гомосексуалов. И это было сделано, там примерно 11 тысяч были регистрированы и все такое. И я просто поделилась этой статьей в своем аккаунте фейсбука и приписала там такую ремарку, что было бы хорошо хоть что-то узнать о советской Латвии, потому что в то время я уже интересовалась всем XX веком, не только межвоенной Латвией. И мне ответил один из моих как бы знакомых в фейсбуке, который я знала только заочно, Айнарс Радовец, он в мессенджере прислал мне такую заметку, если вам интересно, я могу предложить дневник, который писал гомосексуал всю свою жизнь, я уже ахнула, читая это, и он писал, что ему потребовалось 6 лет жизни, чтобы прочитать, ну, конечно, по вечерам, там свободное работы время. И я сказала, да, приехала в Дублте, в Юрмалу, где жил Айнарс, он был этим мантой, он унаследовал от Каспора Александра Ирве дом, его имущество, в том числе все книги, и все такое, в том числе и дневник. И вот так он, Айнарс, использовал дневник для написания историю города Дублте, потому что дневник Кирбе, он о так многом пишет, и повседневность, и как бы прошлом, и своей прямой среде, это Дублте, Юрмала, и Риге, где он работал, и это очень-очень такая, ну, как бы пестрая жизнь описана. Ну, и вот так и началось, я поехала в Дублте, увидела эти дневники, которые были, большинство в советское время были такие клетчатые тетради, да, клеенкой такой на обложках, там было около 70 таких, Айнар положил их в такую коробку, ну, такую довольно, ну, большую, монументальную, и так мы там сидели, пролистывали, он, и мы решили так, что он, как бы там на четыре раза, мы поделили всё, я какой-то объём взяла, прочитала, давала обратно, и так пока я прочитала, и, ну, и, конечно, я была, ну, это было, ну, что-то, это было что-то. То есть для тебя, как для историка, это было просто сокровище? Ну, да, да, и потому, и потому, что это тоже, то, что я прочитала, это свергнуло такие, как бы, фундаментальные, фундаментальные положения, в которых мы были уверены, если думать о прошлом, например, сталинском прошлом, периоде сталинизма в Латвии, да, это оно… Что это за положение? Я бы, можно сказать так, если мы смотрим то, что, скажем, пять лет назад историк, то есть я знал, как бы знал, о истории, скажем, гомосексуала в Латвии, ну, в советский период, я бы сказала, исходя из политической истории, которая, ну, примарно связана с репрессиями, с боязнью и всё такое, и я бы то же самое сказала об истории, ну, в периоде сталинизма и гомосексуала, в жизни гомосексуала. А здесь, получается, как бы история снизу, да, то есть альтернативные, пусть не альтернативные, но в любом случае это уже, это тогда, получается, не история политических идей или режимов, а конкретно индивидуальная история. Да, ну, конечно, этот политический режим, это регулирование, да, юридическое, это как бы купол, который где-то там далеко над тобой есть, и как-то он действует. Но это самая жизнь гомосексуала в сталинское время, это такая, ну, так неожиданно было, это просто, ну, просто сметнуло всё, все мои понятия о том, как бы гомосексуал мог бы жить в советское время и в сталинское. Это была такая пёстрая, красочная, как бы и жизнь свободного человека. Это действительно удивительно, потому что, если мы говорим о ситуации сейчас в современной Латвии, то для очень многих представителей ЛГБТ-сообщества всё ещё они вынуждены, и я это помню какое-то время на своём опыте, они вынуждены были скрываться от друзей, знакомых, от семьи, от коллег, лгать, выдумывать, изворачиваться и так далее, и так далее. И это уже как бы в демократической стране, да, я говорю как раз как бы. А здесь, получается, самый расцвет послевоенного сталинизма, да, значит, получается, 45-й, 54-й, 54-й год, и ты говоришь, что это была жизнь свободного человека. Каковы же были условия сохранения этой свободы? Как ему это удалось? Ну, конечно, это условно, потому что все эти обстоятельства, которых ты сейчас назвал, всё это там дуальная жизнь, надо притворяться, и всё такое, всё это тоже было. Но так, как пишет Ирбе, он не чувствовал никаких, он, скажем, ходил в крузинг по центру Риги, и всё... Поясним нашим радиослушателям, что это за термин, потому что вы в дневнике его не латышизировали, да, что, кстати, было довольно интересно. То есть вы оставили английскую или, скорее, даже американскую версию крузинга, да, это как бы процесс, когда представители ЛГБТ-общины, в основном это геи, бродят, условно говоря, по городу или по пространству в поиске партнёра для, значит, сексуальных каких-то действий. А почему? Я подумал, а то, что, например, ринтёшина какая-нибудь, что-нибудь такое, вы не могли, латвийскот? Потому что Ирбе, он не использует термин как таковой для описания вот этого, то, что, например, бритты называют крузингс, да, он пишет, мы познакомились, мы там смеялись, мы там ходили гулять и всё такое, мы там вот использовали этот язык, глаз, я смотрю на него, он на меня, он мигнул, я пошёл за ним, мы пошли туда, и так просто он описывает всё это. Не называет. Но он не использует никакого термина. Это самый близкий термин, который можно, и который он использует, но это как бы, это Дарби и Бесвардс. Глагол. Глагол, он ходил флиртовать. А, флиртовать. Шёл флиртовать, флиртовать, вот флиртовать, как бы аналог этому крузингу. Ясно. То есть, таким образом, в латышском языке в 30-е годы не существовало какой-то жаргонной легории, или она всё-таки существовала? Может быть, существовала, скорее всего, но Ирбет не использует. Нам надо осознать, что это только один человек, и что в обществе гомосексуалов тоже существовали в то время группы, например, Ирбет принадлежал к той группе гомосексуалов, которая встречалась в публичном пространстве, которая использовала эти публичные парки, сад города, тоже туалеты. А была и, скажем, другая группа, довольно, наверное, большая, которую он только в контексте упоминает, изредка только, которая была связана с людьми культуры, элитой культуры, актёрами, режиссёрами и всё такое. И были, наверное, ещё какие-то группы. И здесь мы имеем дело только с представителем одной группы, и так бы он нам даёт возможность вглянуть, смотреться, внутреннюю жизнь вот этой субкультуры, а не всех гомосексуалов в Советской Латвии. Хорошо. Тогда такой вопрос. Если мы приближаемся уже к самому тексту, в 1927-1949 год, любому понятно, что это период, который в Европе привёл к целому ряду потрясений, это и приход авторитарных режимов к власти, в нашем случае 1934 год, это и начало Второй мировой войны, 1939 год, и начало войны, которая для многих здесь является Великой Отечественной, 1941 год, и заканчивается первый том, 1949 годом. Как он, простой человек, кстати, а кто он был по профессии? По профессии, ну так трудно сказать, кто он был по профессии, потому что профессиональное образование он как бы не получил. Он окончил гимназию в Юрмале, это означает неогимназию, Это 10 классов. Это было образование, нет, это было образование, ну как бы, гуманитарного, очень хорошее образование, он мог читать и говорить, ну немецкий это само собой, русский само собой, но французский и английский тоже, и психологию изучал, и так, и он пару курсов взял в коммерцинституте, и в 30-х годах он работал, ну как бы, ну, обычным клерком в Министерстве народного благосостояния. И потом уже в советское время, ну там Вторая мировая, ну первая, как бы, в 40-м году советская оккупация, он работал в комиссариате финансов, как бы, этот инспектор налогов местный в Юрмале, даже к господи ходил там добывать налоги, да. Потом в немецкой, во время немецкой, нацистской оккупации он не работал, он спекулировал на черном рынке, и здесь тоже очень яркие, как бы сказать, лецебосвидетельства о том времени, и он в нацистской оккупации, он перепечатывал на языке Брайла для слепых людей, например, роман Джека Лондона Мартин Иден, и после Второй мировой, в 44-м, 45-м, он, чтобы не ходить, избежать, чтобы избежать мобилизации в советской армии, он принял работу домуправляющего в Юрмале, где все эти дачи, как бы, в будущем советских политиков и все такое, и там был этот процесс, когда там зага, и все это такое, но потом в советское время, когда он уже не мог не работать, потому что мы знаем, был этот закон о тунеядстве и все такое, он начал работать судебным исполнительным при Народном суде с начала 50-х годов, в середине 50-х годов, там, на 4-5 лет в Юрмалском Народном суде, а потом все 60-е годы он был судебным исполнителем в Народном суде в Риге, в Центральном районе, Кирово районе, и он мог посещать и там судебные процессы, которые для обычных людей были скрыты, ну, и он об этом тоже писал, например, когда были процессы над гомосексуалами, он шел слушать и потом писал в дневнике, и я, конечно, использовала все эти намеки его и пошла в наш латвийский национальный архив, где эти судебные дела находятся, большинство их, во всяком случае, приговоры там находятся все, и я могла найти почти все эти дела, о которых он пишет, и в большинстве я могла их найти быстрее, потому что он о них пишет, потому что, если я бы там шла через альфа-битный указатель по этим статьям, это бы мне заняло очень много времени, да. Я думаю, что нам стоит напомнить нашим радиослушателям также о том, что Инна это занимается уже на протяжении многих лет историей сексуальности, или даже политики сексуальности, или политики тела, наверное, да, можем так сказать? Ну, можно, это уже так продвинуто. И в любом случае, скажем, начиная с позднего 18-го столетия, особенно 19-й и 20-й век, показали нам, что политика очень заинтересована в том, что происходит с нашими телами, что происходит с нашей сексуальностью. Если мы говорим о истории конкретного человека, Каспарс Александрс Ирбе, и о его дневниках, он сам рефлексирует как-то о своей гомосексуальности, он ее стыдится, боится, пытается ли он, условно говоря, как это иллюзорно пытались многие в разных режимах излечиться? Или он принимает это как часть своего естества? Это не была проблемой для него, так сказать. Он принимает это как, ну, как дабыску, как... Нечто природное, естественное. Да, как естественный феномен. Но, конечно, есть там, ну, у него эти душевные всякие переживания о том, что вот гетеросексуалы, когда он не влюбляется, им так легко найти партнера, а он не может найти так как бы надежного партнера, которого любить там и так далее. Искал ли он такого? Потому что у многих есть представление о том, что геи просто, если мы говорим в современной лексике, люди, которые просто получают телесное удовольствие, не способны, допустим, ну, часть наших политиков считает, что есть одна только правильная версия семьи, но ведь это не так. Искал ли он в своих дневниках того единственного? Ну, он... Это в большинстве... Как... Моё представление сложило такое, что это в большинстве было такой эпатаж, когда он писал свой дневник, «Я бы хотела бы найти хорошего, ну, там, хорошую персону, которого я мог бы любить, и как мы могли бы там жить». Но в жизни он не искал. В жизни он был... Он принадлежал к тому кругу, который ищет сексуальный контакт в публичном пространстве. И делал... И это была его практика всю жизнь. Он так и никогда не привёл ни одного, как бы сказать, друга у себя дома. Никогда. И он никогда... И эти были анонимные, как бы, контакты, потому что он никогда не называл своего имя и так далее. Но, конечно, был круг близких знакомых, близких гомосексуалов. И это уже, как бы, традиция его поколения, которые... Это те гомосексуалы, с которыми он познакомился в конце 30-х годов, времена ульманевского режима, и они сохранили это своё сообщество, как бы, до конца дней своих. И, например, в 80-х годах, нам надо сказать, что Каспар Александр Сирби, он родился в 1906 году. И в 80-х годах он уже был мужчина за 70-х, когда они, там, например, он нечаянно встретил, там, Ваську или другого, Марго, или какого-нибудь другого своего друга из юности, из своих, ну, скажем, дней романтических приключений. Они всегда там смеялись, иронизировали друг на друга и сказали, ну, из каких там кладбища ты сегодня пришёл, и жив ли тот или этот. И они там... У них были, как бы сказать, общие нарративы, общие нарративы о том, как они дружили и как жили в улманское время, как прошёл вот эта Вторая мировая война и всё такое. Это было такое одно поколение, которое было очень-очень, ну, близкие отношения. Мой следующий вопрос связан с тем, как такому человеку, пусть даже он вёл такой конспиративный образ жизни, не называл имя, не указывал своё место жизни, не приводил людей. Каким образом ему удалось выжить в период режимов? Там, первая советская оккупация, далее немецкая оккупация, вторая советская оккупация. Как его не выслали, как его не арестовали, как его не... То есть, каким образом ему удалось... Есть какие-то намёки, есть какие-то технологии, как он прятался от режимов? Вот это как бы постановление самого вопроса как бы предъявляет, что было это, ну, репрессии со структур, ну, насилие, как бы, скажем, с милицией, или там судов, или что такое. Вот это парадоксально, что вот не было такого. Во всяком случае, когда ты читаешь дневник Ирбе, там нету этих репрессий. Он пишет, репрессии были на политическом плане, но вот гомосексуальность, как таковая, не интересовала, и это особенно относится к сталинскому времени. Жёстче стало в хрущевское время, скажем, в 60-е годы. В ту самую пресловутую оттепель. Да, ну, это не оттепель, это уже, как бы, это уже середина 60-х, когда советский режим, когда советский режим, как бы, вот, стал дисциплинировать людей, скажем, там уже сточили эту вообще политику в борьбе с венерическими заболеваниями. И с этим был связан тоже и, как бы, этот спиаденц... Давление. Давление на гомосексуалов, потому что они тоже болели этими болезнями. И вот в таком тандеме с Министерством народного здоровья и с Министерством внутренних дел они стали... Это в 65-м году, по-моему, они завели картотеку, но это было связано с борьбой с венерическими болезнями. Они завели картотеку, где были поставлены и гомосексуалы, и, как бы, женщины легкого поведения, говоря в нарративе тех времен, да. И люди, которые жили, как бы, в так называемых притонах и всё такое. И это было, как бы, дисциплинировать вот эти тела, чтобы они правильно, как бы, используя свою сексуальность и всё такое. И это, вот, пункт начала, это середина 60-х. Это, как бы, парадоксально с точки зрения политической истории, да, когда уже в то время, как бы, мы там думаем, ну, мы знаем, что было так, как бы, мягче стало всё, да. Оказывается, не всё. Но вот в этой среде это не так. Он сам рефлексирует по поводу политических изменений климата? Он его ощущает? Ой, это было очень... Он был увлечён, например, иностранной политикой. Извини, у нас есть первый звонок. Надень, пожалуйста, наушники, которые рядом с тобой на столе. Послушаем. Добрый день, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый. Вы говорите, что фашистский режим угнетал сексуальное меньшинство, советский режим. А этот режим сейчас не угнетает, разве? Сейм, латвийский... Спросим сейчас у нашего гостя, да. Спасибо за вопрос. Спросим у нашего гостя. Вот мы, благодаря звонку нашего радиослушателя, вырваны из прошлого в настоящее. Как ты считаешь? Ну, конечно, мы не можем сравнивать, да, то есть здесь нет синонимов, но так или иначе, считаешь ли ты, что есть практики, скажем, государственной власти, политической культуры, которые все еще контролируют, допустим, вот, меньшинственные сексуальные практики и субкультуры? Ну, конечно, нам, ну, что надо сказать сразу, что, ну, эти времена, они несравнимы с точки зрения того, что сейчас не существует этого статьи в криминальном кодексе, да. Но в остальном, как бы сказать, я бы сказала, да, потому что, например, это право, право, как бы сказать, заключать... Партнерские отношения. Партнерские отношения, например, это... Это отсутствует в Латвии. Да, они отсутствуют в Латвии, да. И в том, в плане, мы можем сказать, да, просто это, ну, как бы, отношения, оно, как бы, атыстас, оно развивается, и сейчас никого не сядет в тюрьме, в тюрьмах, но это, как бы, отношения более, как бы, смалкак, утонченные, как бы. Утонченные, или, может быть, более дифференцированные, да. Да. А в этой связи, если мы говорим о недавнем прошлом, видишь ли ты, как историк сексуальности, человек, который занимается, может быть, наблюдает и за современными процессами, какую-то динамику, например, по сравнению с началом 90-х годов в политическом дискурсе по отношению к ЛГБТ. Мне трудно вспомнить, потому что в начале 90-х я не следила за этим дискурсом, но я бы сказала, что эти, это развитие, по-моему, сейчас, сейчас мы говорим в публичном пространстве более открыто, у нас есть даже медиа, которые довольно часто пишут об этих проблемах, и это, по-моему, отличает. То есть ты считаешь, что процесс идет как бы в позитивном направлении? Я думаю, да. Ну, конечно, всегда, ну, что означает вообще развитие, это же не прогресс какой-то, да, это два шага впереда, один назад, один шаг налево-право, может быть, даже в этот грабис попадаешь, да, но в канал, в общем, я думаю, что да, улучшается. Хорошо, вернемся тогда снова к биографии героя твоего проекта. Он прожил долгую жизнь и скончался в 96-м году, тем самым, в принципе, он застал, к тому же, и тот период конца 80-х, начала 90-х, когда во всем мире, в том числе и в Советском Союзе, или уже постсоветском пространстве, была эпидемия ВИЧа и СПИДа. Он каким-то образом реагировал на это, на этот процесс, на эту волну, которую, конечно же, использовали многие и гомофобы, обвиняя, условно говоря, гомосексуальное сообщество в распространении нового заболевания. Каким-то образом он в конце своей жизни рефлексировал по этому поводу? Ну, он читал, например, журнал «Здоровье», «Веселый» ибо на латышском, он, и там в конце 80-х появились какие-то статьи, и он, ну, рефлексировал только в контексте этих статей, потому что, если изучать, вот, дискурс прессы в конце 80-х, было довольно мало публикаций о ВИЧ в Латвии по сравнению с другими государствами, и потому у Ирбы нету вот рефлексии на это, почти нету, да. Ну, на самом деле, любой человек, вне зависимости от своей сексуальности, в своих дневниках, наверняка, не описывает только свои сексуальные похождения или какую-то динамику своего тела, а он говорит и о множестве других вещей. Что еще мы узнаем из его дневников, например, о Юрмале, о Риге, о каких-то пространствах в Риге, а говорит ли он о театре, о музыкальных каких-то спектаклях, и так далее, что еще можно узнать? Ну, самое интересное, что мне интересно, но это касается самого Ирбе, я скажу о том, и потом об этих других пространствах. Интересный дневник Ирбе и в том числе, потому что, скажем, в самом начале, в конце 30-х, он настроен очень социал-демократически. Он и его семья в последних выборах Сейма, парламента Латвии, которая была в 1931 году, они голосовали за латвийскую социал-демократическую рабочую партию. Он ненавидел режим Уманиса, и он был категорически против нацистского режима, и в таком контексте мы можем, он в 1940 году, когда была первая советская оккупация, он как бы наблюдал, и он не был против, как бы, сказать, давайте посмотрим, что выйдет из этого. И вот жизнь Ирбе это как бы тоже история о том, как человек кардинально левых взглядов в процессе советского периода, наблюдая над тем, как развивается эта советская система, он стал категоричным радикальным националистом, и в первых выборах уже после восстановления независимости, в 93-м, да? в 93-м, да, в 93-м, нет, по-моему, в 93-м. Хорошо, не будем называть цифры. Не будем дальше фантазировать. Он голосовал за ЛННК. То есть за националистическую партию. И мы можем как бы выследить в 50 лет текста, где он рефлектирует о том, что он видит, наблюдает, почему это так случилось. Это очень интересно. Мы можем видеть эту эволюцию его политических Мы можем видеть эволюцию дневника, и тем хорош, что очень мало таких источников, например, вот эти воспоминания, они же пишутся исходя из сегодня, да? А дневник, он документирует те мысли, которые были людям тогда. и вот дневник, который писался в течение 50 и больше лет, мы можем выследить, как развивается его отношение к многим вещам, в том числе и проблема языка, проблема соотношения латыши и приезжие люди, и все такое. и его воспринимание как мигранты, люди, которые приехали из других советских республик, как это повлияло на публичное пространство в городе Риге, как менялись публичные парки, сады, он описывает, как там что-то сломано, что исчезло, как выглядят, например, публичные туалеты, общественные туалеты, изнутри и все такое. И как этот судебный исполнитель, его обязанность была доставать пьедзит, доставать эти соды, штрафы, например, алименты или штрафы за хулиганское поведение такое. И он ходил к этим людям по вечерам ну там разговаривать, разговаривать и добывать эти деньги. И наблюдать их среду. И он наблюдал эту среду. И он был в районе центра, Кировском районе, судебный исполнитель. И он описывает, как выглядят коммунальные квартиры. Ты это читаешь, и просто волосы дыбом стоят. И все эти описания, они такие красочные, и они такие, как бы, говорят без слов. в ужасе просто. Иными словами, получается, что этот дневник, это действительно целый мир, это возможность через, скажем, с глазами одного человека совершить путешествие обратно в Ригу начала сороковых, начала пятидесятых, вплоть до... Он писал дневник до конца своей жизни? Да, последняя запись это 12 марта 96-го года, и, по-моему, через четыре дня он умер. да, но есть и другие пространства, о которых он пишет, например, когда у него была очень активная сексуальная, как бы, романтическая жизнь, это была, да, ну, с 60-х, 70-х, но в начале 60-х он открывает для себя, он решает, что теперь можно уже идти в рыжскую оперу, ну, латвийскую оперу, театр оперы и балета, и по 61-е до конца 80-х в течение там 25-ти лет он он шел на все перформансы, спектакли, которые были в нашем театре, и он пишет в дневнике не только как бы свои критики о том, что он видит, потому что балет был как бы его увлеченность в молодости, скажем, в начале 30-х годов он учился, как бы приватно, взял приватные уроки, танцы, у Марии Федоровой, которая была балет прямой в Российской империи, да, в Мариинском театре, и потом уже в межвоенный период когда она как бы приехала и жила в Риге, и он у нее брал уроки, и балет был как бы такая его любовь, он бы, мечта его была, по-моему, стать сценографом балета, ну вот, и он ходил на все эти и премьеры, и спектакли, и в дневнике писал, что он думает, что ему нравилось, что не нравилось, и все такое. Он был заядлым театралом на протяжении десятилетия. Эти женщины-кассиры, которые продавали билеты, он был мебелью, как бы сказать, в оперном театре, но он, что интересно, как бы для историк повседневности, он писал не только свои критики на то, что видел в этих спектаклях, но тоже и что он видел в этом зале, где сидели зрители, да, он говорит, о, там сидит старая Лулла, это, ну, как бы жена межвоенного оперного тенора Рудолфа Берзни, он знал их всех, ну, как бы в лица, и он говорит, о, там сидели два гомосексуала, я с ним не разговаривал, и там, ну, вообще, он такую пеструю, такую, ну, живую картину создает, да, что ты тоже может, как бы попадаешь в этот мир, в то время, еще два коротких вопроса до окончания нашей беседы, первый связан с вопросом, который актуален для многих представителей ЛГБТ, это отношение с родителями, возможность открыться, рассказать о своей идентичности, или наоборот, скрывать долгое время или всю жизнь, чтобы не травмировать родителей, каковы были его отношения с матерью? Его отношения, ну, первое, в дневнике не появляются никакие записи о том, что он матери что-то сказал о своем, ну, своем гомосексуальности, а с ее стороны он не фиксировал никаких, допустим, вопросов? но у них были очень-очень близкие отношения, и, скажем, его мама, она умерла в 44-м году, в эти дни, когда нацисты уходили, советские приходили, и он, ну, она уже там была без движений, и он там ее мыл, и все такое, и моя мамочка, и все такое, мой единственный близкий человек, он это осознает, потому что отец его умер уже в 32-м году, у них были очень близкие отношения, и мама как бы, ну, родители же платили за уроки балета, но в 30-х годах это было что-то, ну, ну, квирное. к тому, ну, да, возможно, некоторые стереотипы сохранились до сих пор, да, и еще один вопрос, так как я еще не успел, я заглянул в эту книгу, но не успел еще прочесть ее, на протяжении всех этих десятилетий, пока автор писал свой дневник, были ли случаи, когда, условно, он, ну, как бы, был на какой-то такой, очень тонкой линии, когда какая-то опасная ситуация, или кто-то где-то проявлял, может быть, насилие, или, допустим, условно говоря, подсадная утка, да, то есть, допустим, если власть пыталась каким-то образом выяснить, вот сейчас на международном кинофестивале идет фильм «Большая свобода», мы, например, помним, что, условно говоря, в западных частях Германии после освобождения от нацизма, там, в туалетах буквально были камеры, которые следили за тем, что мужчины там делали, подходил ли он когда-нибудь к опасной черте? Не в контексте гомосексуальности, он очень остро чувствовал вот эту опасность в период нацистской оккупации и второй советской оккупации, и это было связано с тем, что он ни в коем случае не хотел попасть ни в нацистскую армию, ни в советскую армию. То есть ему нужно было избежать какого-либо контакта с режимом? Это была, ну вот эта острота, это опасность какая-то, это ощущение, это было связано с политическими режимами, а не с сексуальностью, да. Да. И еще такой опасный, опасный год, 49-й, когда было тоже это депортирование местного населения внутренними органами на Сибирию, и тогда он тоже чувствовал опасность, потому что якобы за ним тоже пришли, но он в то время находился в больнице, и он какие-то недели жил у соседки, там Юрмала в какой-то избушке, да, ну и все такое, ну вот эти, как бы, нахождения на грани, в ощущении опасности какой-то, ну связано только с политикой. Оставим тогда на время эту книгу, кто захочет, сам заглянет и почитает, заключительный вопрос более философского характера. Мы сейчас живем в обстоятельствах, когда нам несколько десятилетий назад цифровые технологии якобы обещали бессмертие, да, мы всегда все сможем сохранить, это будут огромные потоки информации, будут специальные формы, каналы, и какие-то сосуды для хранения, а тут получается, что любой телефон, который попал, например, в воду, или его кто-нибудь украл, или сломанная сим-карта, это гибель целого архива. Как ты, как историк, и как человек, ты рефлексируешь по поводу того, что мы, по сути дела, регулярно, даже освобождая просто объем памяти телефона, уничтожаем, сжигаем в дигитальном цифровом пространстве нашу память? Нет, я не рефлексирую о том, но я думаю, что это ничего такого особенного, потому что мы же тоже оперируем сейчас, например, на период советского времени, или межвоенного времени, или еще, на 19-18 век, мы оперируем только остатками, остатками каких-то источников, и из этого времени тоже какие-то остатки останутся, конечно, не будет таких красивых фотографий, скажем, но будет что-то по-другому, и, например, люди, которые, научные сотрудники, которые собирают архивы, архивные работники и в институтах, которые коллекции собирают, они уже как-то собирают и эти, как бы сказать, цифровые источники, да, я думаю, что это хорошо, потому что мы же не можем всех источников изучать, ну, и надо платить за их сохранение, и все такое, нет, у меня нет такой ностальгии о том, что что-то уходит, и с этими цифровыми данными, и все такое, да. Ты работаешь с тем, что остается. Да, остается. Хорошо, и осталось множество тетрадей на протяжении более 50 лет, напомню еще раз, сегодня мы беседовали с историком, Инна Эталипши, которая подготовила фундаментальную работу, и первый том уже вышел, издательство Ascendum, это дневники Каспора Александра Ирбе, юрмальчанина, латвийца, латыша, под названием «Тайная жизнь», дневник гомосексуалиста. Большое спасибо, что ты нашла время, еще раз успеха тебе в этом тяжелом труде, и большое спасибо нашим радиослушателям за то, что участвовали, слушали, комментировали, даже задали один очень интересный вопрос. Благодарю моего коллегу Родиона Золотарева за обеспечение технической части нашего эфира, и мы встретимся с вами снова через неделю. Спасибо, и до свидания. Спасибо. На одной волне